Что означает фраза «Над кем смеетесь?» Над собой смеетесь – краткое значение и смысл. Очень часто люди упрекают других во всех смертных грехах и забывают о том, что они сами обладают всеми теми же пороками, только в большей степени. Однако в своем глазу зачастую бревна не видать, а в чужом соринку видно. Что означает фраза «Над кем смеетесь?» Над собой смеетесь. Вот краткое значение и смысл – те личности, которые всех обсуждают, считают себя хорошо воспитанными, во всем правильными. На самом же деле они ничтожны. Ведь всякий образованный человек понимает, что совершенствование следует всегда начинать с себя. Тот же, кто брезгует этим, а лишь указывает другим на их недостатки, мало чем отличается от них. Наоборот, он вдвойне хуже. Данную фразу часто говорят в ответ на насмешки, указывая на то, что критик сам не идеален. Фраза «Над кем смеетесь?» Над собой смеетесь. Происхождение «Кто автор?» Гоголь, ревизор. Фраза «Над кем смеетесь?» Над собой смеетесь появляется в произведении вот в таком контексте. Вот. Смотрите, как одурачен городничий. Мало того, что пойдешь во смешище, найдется щелкопер, бумага марака, в комедию тебя вставят, вот что обидно. Тина звание не пощадит и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собой смеетесь? Эх, вы! Какое происхождение, кто автор? Это говорит городничий чиновникам из произведения «Ревизор Гоголя». Персонаж словно призывает своих оппонентов понять, что перед тем, как поднять его на смех, им стоило бы посмотреть на себя и осознать, что сами они еще больше ничто, чем он. Конечно же, городничий понимает всю горечь ситуации. У псевдокритиков и псевдонасмешников даже не хватает ума понять, что высмеивают они свои же недостатки. К слову, легкую иронию над недостатками общества Н. В. Гоголь отчасти почерпнулась недоросля Фанвизина. Однако он придал данной теме и свои уникальные нотки, раскрыл новые грани и дал этому миру свое уникальное видение. Поэтому «Ревизор как и недоросль» это поистине общественные комедии, которые вызывают смех сквозь слезы и заставляют задуматься о том, что многие освещаемые там проблемы присутствуют и сегодня. Как употребляется фраза «Над кем смеетесь?» Над собой смеетесь в прямом или переносном значении? Основное значение данной литературной цитаты – переносное. Ее вполне можно употреблять по отношению к людям, которые не видят собственных изъянов, зато активно критикуют, порицают или высмеивают чужие неудачи и ошибки. В прямом значении фраза «Над кем смеетесь?» Над собой смеетесь почти не употребляется. Парадоксально, что невнимательность в таком случае избирательна. Подобные «злые языки» всегда готовы зубоскалить над чьей-то мелкой неточностью. Зато свою грандиозную позорную ошибку они таковой не считают. А иногда и вовсе пытаются классифицировать ее как преимущество. Примеры – вот вы смеетесь над тем, что Надя работает уборщицей. Хотя одна из вас не смогла даже закончить ПТУ, другая в свои 30 лет сидит на мамкиной шее, а третье в 25 слова «корова» пишет через «А». Получается, над кем смеетесь? Над собой смеетесь. По крайней мере, она не стесняется зарабатывать себе на хлеб сама, честным трудом. А не ждет, когда появится богатый папик, который увезет ее внизцу и станет там кормить лангустами. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь. Парировал Максим, ведь я ошибся один раз, а вы ошибаетесь на протяжении всей жизни. Другими словами, вся ваша жизнь – это одна большая ошибка. Жаль только, что у вас не хватает ума, чтобы это понять. Читай иронические произведения классиков. Многие представители фамусовского общества хохотали до упаду. Обидно, что они не понимали того факта, что писатели изображали именно их жизнь и точку зрения. Получается, что принцип «над кем смеетесь?» Над собой смеетесь работает в самой, что не на есть, высшей степени. Существует еще одно значение фразы, но не такой, а похожей. Читайте далее. Нужно уметь смеяться над собой, кто сказал. «Всю важность самоиронии нужно уметь смеяться над собой», подчеркнул великий русский писатель Максим Горький. У него есть такие слова «смеяться над собой не бойтесь», ведь самокритика также необходима, как умывание по утрам. Однако, он не единственный, кому пришла в голову эта мысль. Допустим, Рафаэль Сабатини, автор произведения «Одиссея» Капитана Блада, говорил, если человек не будет смеяться над собой, он может просто сойти с ума. Но мало кто понимает это. Именно поэтому в мире так много умалишенных ниже вы найдете сочинение по этой теме. Читайте далее. «Кто умеет смеяться над собой, тот непобедим». Сочинение рассуждения. Умение подмечать комичность в своих поступках и оптимистично воспринимать свои недочеты необходимы не только для собственной психологической разгрузки. Человек, который умеет посмеяться над собой, становится неуязвимым для колкостей и козни обидчиков. Ведь он, как шахматист, может рассчитать ситуацию наперед и не даст провокаторам и оппонентам ни единого шанса. Подобные ситуации можно заметить не только в ласической литературе, но и в современном кино. Вот сочинение рассуждения по теме «Кто умеет смеяться над собой, тот непобедим». Стоит вспомнить биографический фильм «Восьмая миля» с участием рэпера и Минема. Главный герой Джимми Кролик участвует в районном соревновании начинающих рэп-исполнителей. Победит тот, кто сумеет иронично и в стихотворной форме высмеять своего оппонента. Поначалу парень терпит фиаско, но потом, спустя время, он вспоминает о необходимости самоиронии. Спустя несколько дней он приходит уже подготовленным и настолько мастерски выкладывает на сцене в виде рифмовки информацию оба всех своих минусах и жизненных неудачах, что противнику становится просто нечего добавить. Оппонент уходит со сцены, не сказав микрофон ни единого слова. Соответственно, Джимми побеждает. Действительно, человек, который не боится открыто заявить о своих минусах, достойен уважения. Ведь люди привыкли гиперболизировать свои достоинства и скрывать недостатки. Посмеяться над собой может лишь тот, кто имеет огромную силу воли, а не только чувство юмора. Именно поэтому среди комедийных артистов больше всего поистине гениальных Андрей Миронов, Анатолий Попанов, Георгий Витцин, Юрий Никулин и так далее. Все эти люди являются победителями. Все потому, что они не боялись выглядеть смешными. Безусловно, роль это одно, а жизнь совершенно другое. Но ведь каждый персонаж имеет реальных прототипов. Трусы, балбесы, бывалые они существовали и существуют. Для этого комедийные актеры и выходили на сцену, чтобы показать общественные недостатки. Но целью было не только посмешить людей, но и заставить их задуматься над тем, все ли в их жизни правильно и не пора ли что-то менять. Если же говорить об умении смеяться над собой обычного человека, здесь также множество плюсов. Первый принцип Джимми Кролика. Когда люди видят того, кто может сам себя высмеять, у них сразу пропадает желание делать это. Другими словами, обидчики просто лишаются дара речи и им становится больше нечем оперировать. Ведь никто не знает больше о человеке, чем он сам. Второй – это уверенность в себе. Смеющийся над собой не лишен комплексов. Но он не загоняет себя в панцирь от их осознания. Он относится к своим недостаткам как к шутке природы, как к иронии судьбы. Поэтому заставить его чувствовать неловкость практически невозможно. Третий – такой человек действительно всесилен. Его не пугают жизненные неудачи и собственные внешние несовершенства. Он не воспринимает черную полосу как трагедию, не впадает в депрессию. Не пытается свести счеты с жизнью. Человек, который умеет смеяться над собой, дышит полной грудью и наслаждается каждым моментом. Он понимает, что иной жизни не будет. Поэтому нет смысла укорять себя за промахи, либо же годами расстраиваться по поводу внешних физических изъянов. Другими словами, может посмеяться над собой лишь тот, кто принял себя. Вот почему это действительно важно. Видео «Чему смеетесь?» «Над собой смеетесь?» Прочитайте по теме «Но пасаран» значение и перевод фразы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова